С Верой в спорт Поэтому будем говорить именно о серьезных баскетбольных вещах, то есть о том, с чем сталкивается сейчас команда действительно талантливых ребят, которые действительно хотят этой жизни чего-то получить. Илья, в феврале мы с вами виделись в прошлый раз. Вы в это время собирались как раз на европейские соревнования. Что это было? Давайте напомним слушателям. Это был второй этап Европейской юношеской баскетбольной лиги. Проходил он в городе Рига. Как обычно, да, собираются в одном городе 8 команд. То есть один из этапов собирает. И команда провела довольно-таки успешно. Выиграла 4 игры. Одну игру проиграли. Причем проиграли мы первую игру сразу же после приезда. У нас очень тяжело выдался график перед этими соревнованиями. И у нас в Кирове здесь проходил. Перед этим буквально за день закончился в Кирове полуфинальный этап первенства России, где команда тоже успешно довольно-таки выступила, заняла первое место. И можно сказать, что это все вместе в кучу сложилось на такое, что действительно команде пришлось сначала, как так назовем это, разбежаться, почувствовать игру. И первая игра нам далась очень тяжело. И с хозяевами, с вэфом мы проиграли им. Оставшиеся 4 игры мы смогли выиграть. В итоге? В итоге заняли третье место. И дальше был следующий этап. Третий этап у нас проходил в Алитусе. Наверное, вот самое сложное пока что за все период существования команды. Самый сложный период. Нам пришлось готовиться к такому, можно назвать это, турне. У нас за 9 игр прошло 11 игр. За 9 дней, извиняюсь, прошло 11 игр. Это очень физически трудно. Это очень сложно для ребят. И действительно, эти игры, скажем так, этот период дался нелегко. И не все у нас, то, что мы планировали, у нас получилось. Не совсем удачно получилась поездка в Литву, где играли с такими школами, там, именитыми, как школа Сабониса. Да, это одна из самых сильных школ. Там, это же как школа Жальгариса, да, можно сказать. Точно так же можно отметить. И игра с Литвой, да, с командой, которая представляет, как фарм Калева, которая команда также участвует в единолиге ВТБ, да, у нас. Поэтому не совсем удачно получилось. Но для нас это был огромный опыт. Это уровень другой совершенно. Совершенно другой уровень. Это уровень, в первую очередь, и для нас. Того, что мы увидели, к чему нужно стремиться. И, да, не то, что подражать, а, ну, стараться гнаться за той модой, которая сейчас все-таки, да, идет и движется. И развитие баскетбола, оно не стоит. Поэтому, конечно, это очень большущий опыт для ребят. Насколько я понимаю, в подобного рода соревнованиях принимали участие в первый раз? Подобного рода участие в первый раз, да. Кировская область вообще участвовала в первый раз в своей истории. И, скажем так, что я считаю, что мы не ударили в грязь лицом. И два тура, проведенных в Таллине и в Риге, где команда успешно финишировала с показателем четыре победы, одно поражение. И каждый раз была в призовых местах, да, занимала третье место. Я считаю, что это показатель даже сам почетный президент, который присутствовал в этой лиге, он присутствовал в Риге. И он был просто удивлен. Они все задавали вопрос, покажите нам на карту Киров. Да, где такое Киров? Где так мутит? Ну, пытались все так объяснить, что это ссылка, это далеко. В общем, шутку, конечно, другие над нами смеялись. Это не мы про себя, да. Поэтому приятно было представлять так регион. И очень приятно был тот момент, что именно нас так, скажем, да, приятно отзывались. И поэтому мы тоже, как сказать, был шанс даже немножко прыгнуть, наверное, выше головы, что могли попасть в суперфинал с первого года и сразу же, да, но так сложилось, наверное, все должно быть постепенно. Постепенно, конечно, поэтапно. Для всего нужно дорасти. Да, поэтому я считаю, что наоборот, это очень хороший показатель, очень хороший показатель того момента, что, значит, тренерский штаб неправильно доработал, неправильно подвел ребят. И мы не были на тот момент, да, готовы все. Мы первый раз с таким столкнулись. То есть это все равно абсолютно разное. То есть если взять в целом 11 игр, да, ни одна игра была не похожа на другую. И каждой игре готовились и настраивались. И, конечно, уже можно сказать, что в Литве это больше было на морально-волевых. Это не то, что какая-то тактическая, да, разбор или какой-то, да, там. А в физическом плане там уже можно было ребят вообще не говорить. То есть они уже были измотаны. И поэтому, конечно, да, тур дался этот непросто. Но, еще раз говорю, я считаю, что мы после этого тура все вместе дружно шагнули на ступеньку выше. Получается, что такие жертвы, да, такие усилия-то стоят того? Ну, я считаю, что да. Мы говорим все-таки много раз на тренировке проговариваем это, что в первую очередь здесь растут в этой команде мужчины. И любой мужчина должен справляться с этими трудностями, да, переходить через какие-то преграды. Поэтому это определенные трудности, жертвы, конечно, ребята отдают. И это все прекрасно, они сами это прекрасно понимают. Но, еще раз говорю, в тот же момент, наверное, здесь вот в таком периоде они немножко начинают понимать вообще вот это. что они прикасаются к этому, так скажем, большому баскетболу, к чему они все хотят тогда стремиться. То есть такой серьезной игре с серьезными соперниками. Конечно. То есть здесь они немножко начинают понимать, что рано или поздно это детство, это закончится. И придется реально показывать, ну, все то, на что ты способен. И действительно будет очень все непросто. И поэтому, конечно, здесь они немножко, скажем так, что именно больше у них, наверное, развивается не только, да, понимание игры. А здесь у них развивается именно через не могу, через боль, когда нужно выходить, нужно бороться. Ну, так достигается рост. Ну, я считаю, что да. Поэтому я и сказал, что скорее всего, ну, не скорее всего, а я уверен, что мы все шагнули на шаг вперед. И сейчас мы немножко больше имеем представление вообще о том, что вот как это на самом деле все это бывает непросто. Да, сбегая вперед, расскажите, пожалуйста, вообще ребята сами, вот они вот здесь в этой студии были, и они рассказывали, они от себя говорили, чего они хотят достичь в спорте, в жизни. Вот вы как оцениваете их потенциал, насколько они готовы, и чего вот на ваш взгляд, тренерский, профессиональный взгляд, чего достойны эти ребята, и чего они могут достичь в идеальных условиях. Ну, я так скажу, что вообще я считаю, что любой человек может достичь всего того, что он хочет, да. Поэтому тут желание главное, я так правда считаю, что главное захотеть. Если ребенок действительно хочет заниматься своим любимым делом и остаться с этим делом по жизни, я говорю, да, сейчас про баскетбол, то, конечно, они добьются того, что им нужно. Понимаете, просто успех это такая штука. Из множества факторов состоит. Да, абсолютно, понимаете, для кого-то это быть олимпийским чемпионом, и это будет, ну, да, это успех, а для кого-то и выиграть первенство области будет большой успех, понимаете. Поэтому, ну, я считаю, как, что у этих ребят перспектива есть, но нужно очень много работать. И им сейчас нужно понять, что они должны постоянно прогрессировать, они должны постоянно двигаться вперед, что нельзя останавливаться на месте. Что если ты добился какого-то результата и ты чему-то научился, это не значит, что твой соперник или твой конкурент, он спит, отдыхает, он в этот момент точно так же работает и тренируется. Поэтому здесь самое главное, наверное, вообще задача нашей детской спортивной школы, это, в первую очередь, привить сначала любовь, а потом уже приучить к трудолюбию в данном выбранном виде какого-то спорта. Когда ребенок действительно уже решает то, что это его, и он должен приходить и тренироваться, и стараться, и развиваться, и тогда будет какой-то процесс. Если как только он дает себе хоть какую-то слабину, сразу начинаются проблемы. Потому что, я говорю, мы ввели такую практику, что бывает, ребята приходят на тренировку и могут сказать, я устал. То есть, действительно, сейчас я себя чувствую не очень хорошо. Мы даем им отдохнуть. То есть, это нормально тоже вещи, когда человек, взрослый человек, я считаю, что хоть они и маленькие, но они взрослые ребята, они все понимают в своей голове, могут, может сам самостоятельно признаться и сказать, я сейчас устал. Конечно, нам это будет не нравиться, что они пропускают тренировки и не приходят из состава. Что они честно сказали, вместо того, чтобы тянуть команду назад. Да, то есть, и он не будет, я всегда говорю, что если ты пришел в зал, ты должен не халявить. Если бы тебя выставили, ты должен играть. Не должно быть такого, что я здесь не могу, лучше сразу мне скажи, что я не хочу или не могу, или я себя чувствую нехорошо. Ну, посиди на скамейке, но зато команда не будет от этого страдать. А так получается, что у нас вид спорта такой, что на площадке одновременно находится пять человек. Да, немного. И один даже человек может просто нарушить полностью все. И такое бывает и не только в детском спорте, а мы даже и в профессиональном, и во взрослом, и на тех же, да, и на Олимпиадах. И поэтому лучше сказать честно, сказать правду, поэтому мы прививаем, стараемся и честность. И, конечно, самое главное, что бы я им хотел пожелать, я всегда им говорю, что нужно быть настоящими мужчинами. Мужчинами и через все трудности идти и быть лидерами. Все равно должны быть лидерами. Ну, к трудностям и ответственностям мы еще чуть позже вернемся. Давайте пока по окончанию сезона еще поговорим. Ригу мы обсудили. Что еще было ярко? Ну, вот, значит, по итогам наши ребята отправились на финальный этап Перминства России после полуфинала за команду города Перми. Это Пермский край. Трое наших воспитанников заняли итоговое, а не пятое место на Перминстве России. Я считаю, что это большой успех, это действительно большое достижение. Если взять, допустим, на финальном этапе участвовало 16 команд, да, то всего команд участвует 90 с лишним, да, грубо говоря. Поэтому это хороший результат, тем более наши ребята были на ведущих ролях. И по итогам финального этапа Перминства России один из наших воспитанников, Арсений Карякин, по-моему, который как раз участвовал тогда в программе. Да, он попал в расширенный список сборной команды России и в мае мы с ним вместе участвовали в сборах. В сборах сборной проходили они в городе Москве. Суть этих сборов была именно отсмотреть сильнейших ребят, отсмотреть, скажем так, самых перспективных, да, или на данных, даже, наверное, не так, немножко неправильно выразился, не то, что самых перспективных, а именно отсмотреть тех ребят, которые на данном этапе, они больше могут помочь сборной команде России. Потому что все прекрасно все понимают, что сейчас им 14 лет, а официальный старт Перминства Европы юноши до 16 лет это будет через два года. То есть это было как экспериментально. Вот Арсений, я считаю, что себя проявил очень хорошо, да, но, опять же, можно сказать, что он такой мальчик позднего развития, то есть он еще только-только созревает, он еще только-только развивается, поэтому это ему немножко помешало. И, значит, получается, что в августе я был участником, то есть сборов, уже отбора на турнир, на турнир, который называл «Словения Болл», в Словении, в городе Словении, там участвовало 10 сборных. Где сборная России, я считаю, что удачно выступила и стала бронзовым призером этого турнира. Соответственно, не только Арсений у нас молодец, да, на самом деле Арсений, мы поздравляем и желаем ему всяких успехов, но я так понимаю, что и вы тоже, ваши заслуги были замечены? Это больше заслуга, наверное, через Арсения, что все равно смотрят на то, что как на тренера, как можно на тренера детского посмотреть. Это, конечно, и о его игре, и о его команде, конечно, и поэтому понятно, что дети здесь двигатель. Да, и напомню, что Илья Кузнецов у нас не только тренер баскетбольной команды «Спарта», но и тренер резервной сборной России по баскетболу у ребят до 15 лет. Да, тоже большое достижение. Ну, приятно, конечно, приятно. Это очень такой опыт, огромнейший, за что хотел бы сказать и Федерации баскетбола России, да, что дали такой шанс. Это огромнейший опыт для тренера любого возраста, молодого, старого. Я говорю еще раз, что действительно сборы были очень интересные. Нам очень сильно повезло, что старший тренер, главный тренер этой сборной России, это помощник у главной команды страны. Это Саша Грувич, это помощник у Базаревича. И действительно человек с огромнейшим опытом, огромнейшим опытом и профессиональных команд, очень большой опыт. И, конечно, то, что получилось с ним пообщаться, и общались очень много, много что рассказывал, много что мне удалось с ним найти такой контакт, что действительно, я просто, мы шли, я постоянно спрашивал, как вот это, как это, как это, он мне рассказывал, и делился опытом. И можно сказать, что такая записная моя рабочая тетрадь, она исписана была наполовину, потому что действительно очень интересно. И немножко смотришь, немножко по-другому на это все, начинаешь смотреть. Как раз хотелось спросить вас о том, что благодаря Арсению, как вы сказали, вы стали тренером резервной сборной России, но в то же время то, что вы стали тренером резервной сборной России, это дает что-то и команде. Я так понимаю, что все равно вы хотите остаться в команде, тренировать этих ребят. Конечно. Получается, вот это достижение Арсения и ваше, это дает огромный плюс, огромный бонус всей команде, правда? Мы будем надеяться, что действительно, что мы сможем это все перенести, потому что это все непросто. То есть то, что мы делали там, это очень скрупулезная, очень точечная работа, которая нужна, она не решится даже в течение полугода. Это действительно то, что мы отрабатывали, допустим, со сборной, в течение 10 дней пытались подготовить к турниру в Словении, то там, как говорил сам Груйч, то на это требуется там 2 года, для того, чтобы ребят довести до автоматизма. И поэтому это очень, знаете, как получилось, что когда мы уже прощались и все, мы разъезжались по своим, можно сказать, городам, то была такая ситуация, что мы с ним также начали говорить. Я сказал, что я очень рад, что мы познакомились, что я смог передать, повреденять какой-то опыт, но я сейчас очень сильно задумчив, я не знаю, как это все внести, понимаете? То есть очень большой объем, который действительно нужно еще правильно дать ребятам. Одно дело, когда тренер знает очень много и все понимает, а другое дело, когда он и не может это дать, а другое дело, когда тренер еще и может это дать. Это я считаю, что вообще это сила любого тренера. Это сила, но вместе с тем должна быть, я так понимаю, что еще и помощь от каких-то сопутствующих структур, от вашего руководства, начальства, то есть чтобы тренеру помогали это делать. Ну, я и в прошлый раз говорил, и сейчас могу сказать, что со стороны спортивной школы я всегда чувствую эту поддержку, потому что Евгений Ефимович никогда ни в чем не отказывал, всегда наоборот шел на встречи, чтобы не было спорткласса, открытие спорткласса, участие в каких-то соревнованиях, потом в ту же самую детскую Евролигу, в которую вступили, это все с помощью него. То есть это очень большая заслуга, он действительно директор, можно сказать, что с большой буквы, и он всегда был, можно сказать, что на нашем пути, на нашей стороне, он всегда нас поддерживал. Я думаю, что в дальнейшем будет это же. Да, в Кирове не так много осталось команд, которые поддерживаются, да, так или иначе, и очень важно, чтобы мы сохранили то, что у нас есть, развивали то, что у нас есть. Давайте теперь поговорим о тех ресурсах, которые привносятся, о тех ресурсах, которые команда затрачивает на свои достижения, на развитие себя и представление Кировской области на международной уже арене. Насколько я понимаю, важным является то, что, ну, это вообще не дешево, наверное, вывозить команду на какие-либо соревнования, тем более в Европу. Ну, конечно, вообще любое, любые соревнования сейчас уже, будь мы российскими, всероссийские, пеленство России, да, это, конечно, это очень большая затрата. Это действительно. И можно сказать, что многие так считают, что баскетбол, это, ну, действительно, я считаю, что в плане экипировки, это, конечно, мы гораздо бюджетнее, чем, там, хоккей или какой-то еще вид спорта, но в плане поездки у нас остается все то же самое. То есть абсолютно то же самое, и мы тратим такие же деньги. Поэтому, конечно, это все очень непросто, и все очень сложно, и поэтому в этом году, да, у нас такая возникла очень неприятная ситуация, что мы узнали, что у нас, можно сказать, что практически в одни сроки проходит и первенство России, и первый этап, да, и, то есть, как правильно они называются, это первенство Приволжского федерального округа, да, и тут же, буквально сразу же сначала идет Евролига, а потом первенство, и было очень трудно, и поэтому мы обратились, обратились и в средства массовой информации. И хорошо, что был ответ, мы действительно, нам, ну, это приятный момент, потому что действительно было очень сложно, это очень трудно для родителей. Да, давайте поменим о том, что действительно были выходы. Да. Полторы недели назад, насколько я понимаю, вышла статья в издании бизнес-новости. Да, в бизнес-новостях мы обратились туда, как раз, да, с вашей помощью, что именно попросили о помощи, и Министерство отпорта Кировской области к нам. Отреагировали. Очень приятная встреча была, да, с Георгием Андреевичем. Понятно, что все это... Барминовым министром спорта Кировской области. Да, что все это было как такое, и для них, наверное, как снег на голову, потому что, так скажем, что это все было очень экстренно в том плане, что, ну, действительно сейчас очень сложная ситуация, мы не знали, что это так совпадет. То есть это бывает один раз в лизон, и так она совпала именно, что на старт. Но приятно, что и, да, Барминов Георгием Андреевич, и Надежда Юрьевна, они с ним о вас, что пошли навстречу и обещали оказать нам помощь, поэтому, конечно, в этом плане команда немножко где-то сейчас выдохнула. В том плане сейчас мы можем немножко больше... Погрузиться, да, в подготовку, и будем надеяться, что мы не подведем. Все равно, потому что любая помощь или какая-то, да, это понятно, что это ответственность, и люди дают не то, что, да, что-то ждут замены. Нет, это неправильно, а именно, что хочется нам в первую очередь показать, что все, что в нас вкладывают и нам помогают, что это делается не зря, что мы действительно пытаемся поднять немножко на другой уровень и ребят, и команду, и чтобы наша область прославлялась. Да, на самом деле это так. В чем заключалась вот эта сложность, давайте расскажем, что было бы, если бы оперативно ответственные структуры не отреагировали? Ну, конечно, наверное, у нас бы очень возникли серьезные проблемы, и я думаю, что не весь бы состав смог поехать, потому что не у всех родителей есть такая возможность отправить сразу ребенка, тем более, еще раз говорю, что тут и Европа, и сразу первенство России еще и получалось так, что на первенство России нас отправили очень далеко, наш первый этап пройдет в городе Салавати, это, да, республика Башкирия, поэтому это очень далеко, для нас это очень неудобно, и действительно нам до туда забираться очень-очень неудобно. То есть, я думаю, что не все, первое бы, не весь состав бы смог отправиться, это раз. Во-вторых, тогда, если бы мы поехали не остальным составом, вообще бы терялось, в принципе, смысл участия в Европейской юношеской баскетбольной лиге. Почему? Потому что я считаю, что играть просто так, и не ставить перед собой никакие задачи именно там. То есть, понятно, что мы всегда говорим, что, в первую очередь, для нас это важно, чтобы мы вели правильную подготовку развития детей. То есть, для нас это первоочередное, для нас не результат первоочередной. Но говорить о Европе, все-таки мы должны и страну свою представлять достойно, и также свой регион. Поэтому я считаю, что было бы не совсем правильно, это бы не получилось. Это первый момент. Ну и, конечно, я думаю, что все равно бы сказалось немножко негативно, потому что, как сказать, руководство Евролиги тоже идут к нам навстречу, и тоже нам стараются всячески помочь, да, потому что у нас бывают там какие-то ситуации, когда мы обращаемся к ним с переносом, и все, и понятно, чтобы... Они всегда от нас просят, чтобы мы тоже были боеспособными, грубо говоря. Поэтому хотелось бы... Для чего им это нужно? Ставить конкуренцию их команды? Ну, понимаете, это статус. Это некий статус их соревнований, что действительно там участвуют сильнейшие, там участвуют лучшие, и действительно там, скажем так, что там лучшие игроки, да, с Европы, лучшие команды, да, там лучшие тренеры представлены, они действительно так считают, что это соревнование у них одно из самых лучших. Ну, действительно, по уровню. И не видят вас перспективы вот это, да? Ну, и вот говорю, что был разговор, когда с президентом Лиги, Гюнтисом, да, и он даже так, он сказал, когда мы прощались в Риге, как раз перед, после нашей встречи, да, он сказал, что он очень сильно надеется и рассчитывает, что мы окажемся в суперфинале. Это было перед Литвой. Ну, видите, как все, судьба сложилась не так, как бы нам хотелось немножко, поэтому немного мы не попали, но они были именно удивлены тем, что мы остаемся, ну, мы такая самобытная очень команда. Я действительно это тоже могу сказать, что у нас, мы берем таким очень сильным характером, очень сильным характером и желанием, и заставляем, и пытаемся ребят к этому приучить. Илья, а о каких суммах шла речь? О каких суммах шла речь? Ну, допустим, поездка, если бы все вместе, как мы считали, примерно это с переездом, пришлось бы лететь, потому что мы просто физически бы не успели, мы бы успели на поезде, но на поезде мы бы приехали прямо в день игры первенства России. А это тоже, это очень сильно дает удар на результаты, на все, и двое суток добираться, поэтому очень большие бы затраты пошли на перелет. А в поезде не тренируешься, да? Да, очень бы пошли большие затраты на перелет из Москвы до Уфы. Ну, я думаю, что на родителя примерно это вышло бы где-то в районе 30 тысяч, вот эта поездка. На каждого. И да, и это понятно, это надо понимать, что это действительно очень сложно. Это только поездка самая, то есть перелет? Да, это полностью, это входило бы сюда поездка до Риги, это поезда, да, и перелет до Уфы, и проживание в Уфе, проживание и питание в Уфе. Да, участие в соревнованиях мы здесь не касаемся, то есть это идет другой бюджет? Участие на соревнованиях, да, там немножко все. Там все хорошо, мы в это дело уже не погружаемся, там все замечательно. Да, но еще раз тогда хотим сказать спасибо большое Георгию Андреевичу Барминову и Надежде Юрьевне Анисимовой за своевременную, очень оперативную, на самом деле очень важную помощь, потому что спорт должен развиваться, такой молодежный, юношеский, действительно перспективный, который может показать, на что способен Киров. Ну да, я тоже могу к этому полностью присоединиться, сказать спасибо, потому что действительно я считаю, что в этой команде есть очень перспективные ребята, которые в будущем, я думаю, что могут представлять уже потом и честь страны на более серьезных соревнованиях, и они будут прославлять наш город, я считаю, будем надеяться, что это действительно произойдет. А вот про будущее давайте поговорим, ну, во-первых, какие еще планы у вас на сезон этот будут? Ну, в этом году, в этом году, конечно, хотим немножко сделать, ну, выступить немножко удачнее, чем в прошлом. То, что, да, все-таки мы хотим попасть в суперфинал, в финальный этап первенства России. То есть такой подготовкой должен быть он у вас? Будем надеяться, будем надеяться, что это все получится, потому что это тоже все соперники там не отдыхаются, и никто не спят, все готовятся, это понятно, что, поэтому будет непросто, но, думаю, наверное, любой солдат хочет быть генералом, поэтому понятно, что и мы тоже будем ставить перед собой серьезные задачи, плюс хотим немножко в этом году, даже погрузились в такую интересную мы придумали идею, что есть ребята неплохие очень, скажем так, в области, и мы сделали некую вторую команду, да, которая, большая часть там представительства, не больше, где-то половина, то есть те ребята, которые и у нас, и Спарты не попадают в основной состав, и ребята очень перспективные, которые действительно подают больше надежд на нашем, да, уровне региональном, мы создали такую единую команду, и будем участвовать в Золотом кольце, эта лига представляется в городе Ярославль, и будем участвовать там, то есть двумя командами, одна команда будет участвовать в первенстве России и Европейская лига, да, вторая команда будет участвовать именно на, именно на Золотом кольце, и задачей этой команды никаких там результатов мы не ставим, мы именно ставим то, что попытаться немножко развить, и чтобы, как сказать, есть действительно... и в области, есть они, с ними хорошо работают, они неплохо подготовлены, но все равно все решается, опять же все упирается в то, что игровая подготовка у ребят должна тоже быть, и поэтому им этого просто не хватает, и поэтому мы придумали, что вот эта идея у нас такая возникла, что мы хотели участвовать даже и второй команде в первенстве России, но это проблематично, потому что это очень большая документация и подготовка, это все очень сложно, и если бы мы тут дергались, я думаю, что ничего бы хорошего не получилось, а так вот созрела такая идея, заявились, и первый тур у нас пройдет в Ярославле в ноябре, поэтому в середине ноября будем надеяться, что пройдет успешно в том плане, что еще раз говорю, не результаты, наверное, а больше мы хотим увидеть такую самоотдачу от ребят, что увидеть, что это все пошло на пользу. Состав ребят уже определен второй команды? Ну, примерно, ну, процентов, скажем так, 90, конечно, определен, мы уже имеем представление, что это, кто это будет, и понимаем уже, на кого мы можем рассчитывать, и тут же еще опять же такой тоже момент, что есть ребята перспективные, которые сейчас, мы видим, что они перспективны на будущее, но они сейчас не могут, даже у нас в «Спарте» есть, даже не постесняюсь так сказать, там у нас есть очень неплохой мальчик Никита Бобров, действительно, очень интересный, очень перспективный, я считаю, но пока на данном этапе он не готов играть в первой команде, много игрового времени, но в «Золотом кольце» он будет получать максимум игрового времени, чтобы этот опыт, который нам нужен, чтобы он получал и развивался. Чтобы он потерялся. Конечно. Очень хорошо. А я в связи с чем это спрашиваю, после нашей с вами прошлой программы февральской, было много звонков с вопросами, куда обратиться, потому что хотели идти к вам, заниматься и малыши, и более взрослые ребята. Можно ли это сделать? Возможно ли это сделать? Конечно. В спортивной школе нашей, да, ШОР номер один, спортивная школа Олимпийского резерва номер один города Кирова, всегда, так скажем, двери у нас открыты, мы всегда ведем наборы и мальчиков, и девочек, в том числе девочек, очень много агитируем, чтобы девчонки шли заниматься. Да, конечно, пора уже разбавлять мужской компанией. Да, есть у нас, и вот сегодня начались соревнования в нашей спортивной школе с Серебровой памяти, Сан Саныча Сереброва, да, это нашего летчика-космонавта. Вот, поэтому в турнире там принимают, у нас в этом году два направления, играют юноши 2007 года рождения и девочки 2007-2008. Вот сегодня наблюдал, как раз был участником, то, что помогал судить, и видел девчонок, и опять же играли с нашей спортивной школой, и с школой Зоричей, и действительно очень много хороших девочек, талантливых, перспективных, да, с большим, я думаю, шансом того, что они дальше себя проявят. Поэтому обязательно пусть приходят дети заниматься, мы будем только рады. Заниматься, и можно сейчас сходить посмотреть, да, как игры проходят. Отлично. Ну и осталось у нас совсем много времени. Мы с вами поговорили о том, что перспективы у ребят, имеющие сейчас команду «Спарта», непосредственно довольно-таки большие. А как вы это видите, что вот ребята сейчас достигнут определенной возрастной черты? Дальше они покинут Киров, или есть все-таки вариант, что они останутся здесь, в Кирове? Этот момент вообще очень сложный. Очень сложный в том плане, что ребят уже сейчас приглашают, и не буду скрывать, и это знают все, и руководство школы, и все знанные там. Ребят, двое мальчиков, Арсения Гаракина. Арсения, конечно. Да, и Васянин Роман, который тоже всходит в расширенный список сборной России, но там по определенным причинам он не поехал. Они были приглашены такими грандами нашей страны, как Химки и Локомотив Кубань, Краснодар. И оба мальчика подошли и в ту, и в ту команду. То есть им предложили, ну, наверное, не буду... Действительно предложили какие-то определенные условия и финансовые, и быта, для того, чтобы они остались в интернатах. Но родителями было принято решение, что на данном этапе мы пока остаемся в Кирове, и никто никуда не уезжает. В связи с чем? Это же развитие для ребят, с одной стороны. Понимаете, тут, как сказать, ну, это и карденбланш для тренера. То есть они видят, что еще мы можем дать им все, что мы можем. Да, это раз, первый вариант. Во-вторых, я тоже считаю, что тепличные условия никто не отменял. И когда ребенок растет дома, когда, если с ним хорошо занимаются в спортивной школе, его готовят, на что мы очень сильно надеемся. И ребенок это все получает, и в тот же момент он находится рядом с домом, со своими родителями, он всегда под крылом. Да, ему комфортно. Там немножко это психологически очень сильный удар по ребенку. Я считаю, что это все не очень непросто. Ребята были готовы, если их уже готовы были взять, да, но они, сейчас они находятся здесь. Это очень сложный момент. Каждым годом будет все сложнее и сложнее удержать. Не в том плане, что родители хотят куда-то отправить. В том плане, что действительно, это уже у нас такая мода, что сильнейших ребят забирают куда-то в одно место. Это довольно-таки естественный процесс. Это нормальный процесс, да. Вопрос в том, как сделать так, чтобы ребята остались здесь. Мы бы, конечно, хотели бы изначально у нас там в мечтах, в планах, мы хотели бы создать, да, и сначала команду детско-юношескую баскетбольную лигу участвовать, в молодежной лиге участвовать. Но это действительно, как вы правильно сказали, это очень проблематично. Это очень финансово проблематично, раз. Это очень проблематично в том плане, что нужна все равно некая база, нужна какая-то инфраструктура. То есть это все не очень просто. Да, это здорово было бы, если бы у нас в городе была бы команда, да. Но давайте будем говорить, что сейчас, в нынешнее время, это сделать очень сложно. Это очень трудно, и это очень все непросто. Нам нужно... Я считаю, что мы сейчас... Наша задача готовить ребят. И не только этих двоих, а всю команду. И в планах ставить такое, чтобы эти ребята двигались дальше и попали в профессиональный клуб. А Киров это будет или не Киров, это мы уже увидим со временем, потому что сейчас пока загадывать будем, будет рано. Но все-таки очень хотелось бы, что это был Киров. Хотелось бы, не буду. Да, ну, надеемся, что ко времени, когда им нужно будет делать выбор, в Кирове были какие-то продвижения по этому поводу. Мы уже понимаем, что такое в спорте у нас возможно. Что есть люди, которые готовы содействовать. Это и руководители администрации, да, и правительство Кировской области. Готовы способствовать. Вот мы тоже готовы способствовать всячески. Поэтому вместе, а вот что-нибудь и получится. Будем надеяться. Да, ну что, время программы подошло к концу нашему. Спасибо большое, Илья, что пришли. Говорили мы сегодня о, ну, будем так говорить, сложностях. И возможностях баскетбола в Кирове. В частности, команды «Спарта», тренером которой является Илья Кузнецов. Илья также тренер резервной сборной России по баскетболу ребят до 15 лет. Илья, еще раз спасибо большое вам всяческих успехов. Достижение всего, о чем вы даже не мечтали, чего не планировали в этом сезоне. Да, и приходите к нам с хорошими новостями. И с плохими тоже. Ну, лучше с хорошими. Спасибо вам большое. Будем стараться и будем надеяться, что все получится. Все получится. Всего доброго. Всего доброго. С Верой в спорт.